Будучи маленькой девочкой, я обычно сидела у окна и пела. Я пела это к небу, думая о том, что Бог каким-то образом слушает. Я выросла в Израиле, в светской семье. Конечно, мы отмечали праздники, как и все в Израиле. Я всегда верила в Бога, но у меня никогда не было настоящих отношений с Ним. Я не знала на самом деле, что это такое. Я ходила в школу, нашла работу, нашла жилье, вышла замуж, родила детей. Вся эта рутина, и я сказала, хорошо, а что еще? Должно быть что-то большее. Когда мне было 23 года, я впервые выехала из Израиля, в Америку. Прежде всего для того, чтобы посетить свою маму. В то время она жила в духовной общине, очень красивой, очень здоровой. Никакого курения, алкоголя, наркотиков. Эту общину основал гуру из Индии. Все, во что ты веришь, хорошо, пока это делает хорошо тебе, пока это не вредит никому другому. Я узнала о йоге, я узнала об индуистской философии и других философиях. Конечно, о восточных. Там все было очень сюрреалистично, очень умиротворенно, за пределами безумия этого мира, словно такой пузырь. Наконец, я решила остаться там. Именно там я встретила своего будущего мужа, и он был очень вовлечен в духовную сторону жизни общины. Я начала чувствовать все меньшую связь со всем этим. У меня были различные идеи, но у меня не было на самом деле своего собственного пути. Казалось, что все остальные нашли свое место, или смотрели на гуру как на своего, ну, знаете, духовного учителя. А некоторые люди даже смотрели на него как на Бога. Я никогда не чувствовала, что хочу быть частью этого. Я просто не считала, что это и есть путь. И это точно не был путь для меня. Я искала Бога. Я искала что-то, чтобы почувствовать Бога. И я подумала, что самым ближайшим к этому должна быть синагога. Это был единственный осмысленный вариант для меня. Я даже не рассматривала церкви или что-то подобное. Синагога была очень ритуальной. Но вы знаете, вы должны делать вот это, то и это. Я никогда там ничего не чувствовала. Никогда. Даже в детстве. Это не выглядело для меня как путь к Богу. Это привело меня, если можно так сказать, к безумному стремлению найти ответы. Видео, документальные фильмы, интернет. Всё свободное время, которое у меня было, было как-то этим занято. Это поглощало меня. Найти эти ответы, дойти до самой сути. В то время, если бы вы спросили меня, поверю ли я когда-либо в Иисуса и Ишуа, вы с ума сошли? Когда я взяла в руки Новый Завет, мне было интересно, что же в нём плохого. Мне нужно было логически прийти к заключению, что все свидетельства и всё имеет смысл. Вдруг я обнаруживаю, что всё это, что касается Иисуса и христианства, полностью отличается от того, как я себе это представляла. Это было похоже на абсолютно еврейскую книгу. Она вся была в еврейском контексте. Это заставило меня читать больше, чтобы узнать, о чём ещё мне не говорили, потому что я не видела там ничего антисемитского. Я не видела там ничего негативного или чего-то христианского. Когда я читала Новый Завет и больше узнавала о том, кто такой Ишуа, и знаете, насколько он был евреем, нет ничего более еврейского, что мог бы сделать еврей, чем уверовать еврейского Мессию. К тому времени, как я закончила читать Евангелие от Иоанна, я была готова сдаться Иишуа. В этой книге было что-то, то, как она написана. Логически это всё сходилось, но была одна часть, которая сдерживала меня. Сдаться для меня было подобно практически поражению. Я была сама в своей комнате, опустилась на колени, и я молилась о том, чтобы Иисус пришёл, чтобы Ишуа пришёл в мою жизнь. Не было никаких огней или чего-то невероятного, ничего не изменилось снаружи. Но ты получаешь это чувство, когда знаешь, что что-то правильно. И именно такое чувство было у меня. Я чувствовала, что нашла истину, главную истину. Хорошо, я твоя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...